Что происходит в Париже? Слушаем репортаж Дарьи Аслановой из самого центра Парижа. Корреспондент КП попала под обстрел газовыми гранатами во время беспорядков в Париже. Корреспондент Компсомольской правды Дарья Асланова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояние богатых французов. Компсомольской правды Дарья Асланова передает из Парижа. 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 на дорогу, с визгом бросаемся к ближайшему подъезду и умоляем старушку-кальцевежку пустить нас в подъезд. Пускают даже велосипед. На улице вспыхивает автомобиль и сквозь щелочку мы наблюдаем за пламенем. Трудно представить, что все происходит в 300 метрах от Эвисельских полей в самом сердце Парижа. Если вы побежите очень быстро, за углом ваш отель, говорит велосипедистка. Пока в дыму ничего не видно. Это кажется мне просто невероятным. И я решаю рискнуть. Через пару минут я бьюсь в дверь какого-то элегантного отеля Джордж Вашингтон, чьи окна сейчас заколочены деревянными щитами. Мне трудно представить, что от вокзала Сент-Лазар, куда меня пригласили на ужин друзья, я добиралась в 2 часа. В моем районе на шикарных Эвисельских полях еды не достать. Но в полседьмого хозяин кафе велит нам убираться. Прямо рядом с брасерей толпа протестующих подожгла шины. Пара китайских туристов вцепляется в моих товарищей и просит их проводить до отеля. Они перепуганы до смерти. Я легкомысленно говорю, что доберусь сама. Тут идти всего 15 минут. Но около вокзала группа желтых жилетов строит баррикады. Рядом взрываются слезоточивые гранаты. И толпа в панике бросается в здании вокзала. Меня сбивают с ног и в какой-то момент мне кажется, что сейчас меня затопчут. Каким-то чудом я сползаю по ступенькам и падаю на дорогу прямо в лужу совершенно мокрая в поровных колготках. Это вторые колготки за день. Я натягиваю на голову свитер и бегу с колотящимся сердцем, стараясь не дышать, пока клубы дыма не остаются позади. Теперь я окончательно потерялась. Полицейские постоянно заворачивают меня. Мадам, туда нельзя и сюда нельзя. Там идут уличные бои. Идите вокруг. Куда вокруг? Прямо на моих глазах пацаны громят банкоматы. Я крепко прижимаю к себе сумку и ускоряю шаг. Метро не работает. Такси не найти. Я иду мимо разгромленных витрин, мимо какого-то роскошного ресторана, заколоченных модных кафе. Меня охватывает паника. Наконец, я встречаю ребят в желтых жилетах, которые пытаются найти мой отель по навигатору. И вдруг, как кошмар, на нас надвигается толпа полицейских с палками в руках. Один из парней вталкивает меня в нишу между домами. Его жестоко избивает палкой полицейский. Вижу кровь на его лице и мне становится дурно. Покорно я поднимаю руки вверх, в одной держу карту Парижа. Я туристка? В ужасе кричу я. Полицейский прикладывает палец к губам. Тихо! Где ваш отель? Я не знаю, только адрес. Можете рискнуть, подняться выше по улице, но держитесь ближе к домам. Если увидите столкновение, убегайте. Чудесный совет. Когда я оказываюсь наконец в отеле, то вижу, что у меня дрожат руки. Лицо все в пятнах от аллергии, от слезоточивого газа. Когда я снимала утром столкновение полицейских и желтых жилетов около триумфальной арки, я замешкалась и попала прямо под обстрел. У меня текло изо рта, носа, глаз. Я совершенно слепла. Я видела только камни муставой и даже не поняла, что падает. Меня схватил за капюшон какой-то мужчина и потащил в соседний переулок. Полиция не захотела меня пускать. «Пресса!» закричала я. Надо мной сжалились и отвели в единственное открытое кафе, куда полицейские бегали в туалет. Хозяин итальянец отвел меня к умывальнику, как собака поводырь. Я была совершенно беспомощной. Я рыдала и смывала остатки косметики. «Тридцать пять лет живу в Париже, но никогда такого не видела», тихо говорил он, слушая, как я всхлипываю. «Моя жена, она живет в соседнем доме, боится выйти на улицу». «Очень ее поднимаю», отвечаю я, видя в зеркале свое лицо панды. «Мы слышим на улице взрывы. Вам надо выпить чего-нибудь, чтобы успокоиться. А у вас есть вино в Париже?» «Это кажется чудом». И следующие полчаса я слушаю скучную историю жизни итальянского эмигранта, только потому, что у него единственного в районе нашлась бутылочка вина. Неужели я в Париже? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok